Руслан Махмутович, мы очень рады, что вы посетили наш город, Рязань. Мы знаем, что вы провели несколько лекций. Вот расскажите, пожалуйста, в каких институтах вы были? Я пришел, к сожалению, всего две лекции. Одна лекция была посвящена длинным волнам конъюнктуры Николая Дмитриевича Кондратьева, потому что мы сейчас находимся в преддверии кризиса, и это как раз связано с инновационной паузой. Вторая лекция была посвящена экономике Олимпийских игр. Это и та, и другая лекция была в Рязанском государственном радиотехническом университете. На самом деле были и преподаватели, и студенты, и было время для вопросов, может быть, меньше, чем хотелось, как всегда, но тем не менее живая была аудитория, интересующаяся проблемами. А проблемы чрезвычайно важны. И вторая проблема тоже, на самом деле, важна, потому что сейчас все больше и большее значение приобретает экономика спорта. Там вращаются, я уже не буду говорить про Олимпийские игры, миллиарды и миллионы, и долларов, и евро, и так далее, и так далее. И на самом деле проведение мега-спортивных мероприятий всегда очень важный импульс для развития города. Я думаю, что Рязани еще пока в полной мере не исчерпала свои резервы в этой области. Что касается экономики спорта, мы понимаем, что наш Юг России за счет Олимпиады в Сочи очень сильно обновился, реконструировался фактически. Там и многие инфраструктурные, в том числе объекты, реконструировались. Но все-таки хотелось бы узнать не только про экономику спорта, но экономика в целом в России. Нынешняя текущая ситуация наша экономическая, вам как кажется она, насколько тяжела, насколько будет тяжелый выход из нее ждать всех россиян. Но ситуация не очень хорошая. Я, правда, далек от мысли Обамы, который сказал, что Россия сейчас в лохмотьях, что, в общем-то, санкции очень сильно повлияли на экономику и фактически разрушили ее, ну, если не до основания, то очень сильно. Но, естественно, в условиях монокультурной специализации, когда три четверти нашего экспорта связано с газом, нефтью и так далее, мы очень сильно зависим от мировых цен. Естественно, их колебания, нажим на эти цены, которые осуществляются в последнее время, он, конечно, не лучшим образом сказывается. И к тому же он совпал еще и с санкциями. Выявили другую слабую черту нашей экономики. Мы очень много зависим от импорта. Причем даже от таких вещей, которые на самом деле мы могли бы спокойно производить в нашей стране и производим. Ну, и я вот сегодня даже уже пошутил, что нет худа без добра. Я не, конечно, рад этим санкциям, но если бы этих санкций не было, увядание нашего сельского хозяйства шло бы более быстрыми темпами, потому что мы вступили в ВТО и, к сожалению, не до конца оговорили условия этого вступления. И это открытие рынка сельскохозяйственной продукцией многих стран, которые довольно сильно поддерживаются государственными структурами, включая Соединенных Штатов. Вот, включая Китай. Вот мы сегодня говорили, 37% сейчас овощей и фруктов производит Китайская Народная Республика. Это, конечно, очень больно ударило по нашим традиционным секторам. И вот то, что мы сейчас пытаемся найти альтернативу, я думаю, наверняка найдем, это чрезвычайно хорошо. Так же, как на самом деле это касается не только сельского хозяйства. Сейчас начались более активные поиски создания российского гражданского самолета. Вот сейчас ведутся довольно... У нас довольно большие успехи в военной технике, в скоростной авиации, в транспортной авиации. Еще раз говорю, надо сделать нашу экономику более сбалансированной. Но это зависит от людей. И поэтому вот поездка в Рязань на меня произвела очень хорошее впечатление. Потому что люди деловые, люди стараются не унывать, люди стараются найти форму, потому что все в конечном итоге зависит от того, как человек воспринимает события. Можно одно и то же событие воспринимать по-разному. Конечно, на первых порах всегда трудно, но могу честно сказать, на всех порах. Вот мы вчера были в доме Павлова, я думаю, не открою Америк, но все-таки подчеркну его замечательную триаду. Он говорит, первое – страстность, то есть люди увлечены. Если они увлечены, они ведь не спрашивают, а сколько это стоит? А мне много дадут или мало, а уплатят или не уплатят? Второе – это последовательность. То есть это не просто вот человек вспыхнул, прогорел и затух. И третье – у него удивительное качество, это первый российский нобелевский лауреат – скромность. То есть не успокаиваться и не думать, что ты уже все и все совершил. Как вы оцениваете меры, предпринимаемые правительством России по импультузамещениям в различных секторах, в том числе высокотехнологичных, которые вот вроде бы должны или, по крайней мере, так люди все надеются, именно они помогут нашей экономике выйти из кризиса? Я довольно скептически, на самом деле, к этому отношусь. Я тут подарил книжку, это первый курс в России, называется «Экономика развития. Модель становления рыночной экономики». И там есть глава об импортозамещении. Все, кто развивал импортозамещение, достигли более скромных эффектов, чем при экспортно-ориентированной экономике. Но, тем не менее, мы дошли уже до той точки, когда не укреплять внутренние отрасли, причем в жизненно важных направлениях развития экономики, просто нельзя. Другое дело, что думать, что это завтра или даже послезавтра произойдут резкие изменения и все там станет это, нет. На первых порах этот импорт будет хуже качества. На первых порах, соответственно, импортозамещение продукции, которую мы производим как аналоги западных, она будет дороже, но, понимаете, вот очень важно, я как-то в 2009 году делал доклад в Бейджине, в столице Китайской Народной Республики, именно в этом году Китай вышел на первое место по производству автомобилей. Что, китайские автомобили лучше, чем General Motors или Chrysler или Ford или, так сказать, Volvo или, так сказать, BMW? Нет. Но почему же китайцы покупают свои национальные модели, а не импортные? Что они такие глупые, что не понимают, не отличают хорошие от плохого? Понимаете, продумана китайским правительством довольно мудрая политика. Какая? Она довольно простая. Да, лучшие китайские автомобили уже сейчас, в 2015 году, приближаются где-то две трети, ну, самые лучшие их единицы, три четверти от лучших западноевропейских или американских образцов, но по стоимости, по цене они в три-четыре раза дешевле, чем аналогичные западноевропейские или американские аналоги. Следовательно, соотношение качества и цены в пользу китайских автомобилей. Второй момент заключается в том, что, соответственно, обслуживание этих автомобилей, опять же, отходится гораздо дешевле. Что сделали китайцы? Они молодцы. Они не то, чтобы патриотизм развивали, они просто сумели поставить свой автопром в разумное. А у нас, ну, только уж по нужде, так сказать, крайней и так далее, будут покупать отечественные машины. Значит, тут есть резервы. Значит, надо подумать, как они, ну, естественно, вот будут. Сейчас развивается довольно стремительно. Вот вы упомянули про авиастроение, про автостроение, вот сейчас про туризм. Как-то я не слышу слов про финансовый сектор, вот, который говорят, много о нем, вернее, говорят, а вы как-то больше о реальной экономике говорите. Вот именно за счет нее должен быть, да, выход из кризиса, как вот по вашему мнению? Геращенко спросили, что бы он делал на месте Набиулину. И он сказал, я бы застрелился. Вот поэтому я пока не буду то, что говорить. Я отчасти тоже чувствую себя виноватым. Я шучу, конечно, Элену Виулину я когда-то учил, когда она была студенткой. Но на самом деле пока финансовый сектор еще немножко отстает, а вы абсолютно правы. Это очень важная составляющая. Без этого вот невозможно развить инновационные технологии, инновационные кластеры и так далее. Без этого невозможно создавать предпосылки. Но тут есть, к сожалению, большие резервы. И пока они делаются медленнее, чем хотелось бы. Но еще раз подчеркну, что может быть развитие сверху. Мы к этому привыкли. А может быть развитие снизу. Мне кажется, что в полной мере вот инициатива, которая есть, она не в полной мере используется. А если ничего не делать, то ничего и не будет. А если вот когда начинается инициатива, и люди видят, что это вдруг находятся и спонсоры, вдруг находятся и какие-то государственные средства для этого и так далее, и так далее. Хотя, конечно, я с вами согласен. Наше министерство финансов, ну, кстати, выплавляет очень неплохой министр, вот, Силуанов, может для этого тоже создать определенные предпосылки. Но еще раз говорю, надо уповать прежде всего не на вот манну небесную, а на то, что можно сделать вот здесь, конкретно, в этом конкретном месте и так далее, и так далее. И поверьте мне, вот, эффект будет гораздо быстрее. Спасибо вам, Рустем Махмутович, что пришли к нам. Ну, и я напомню, что гостем в нашей студии являлся Рустем Махмутович Нуреев, российский экономист. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова